21 конференция Коми народа в Эжве прошла под девизом развития кадрового потенциала, дала старт подготовке к столетию республики, а следующую новую улицу здесь назовут именем известного Коми актера, режиссера, народного артиста СССР Ивана Аврамова. Ему в этом году исполнился бы 101 год. С подробностями Константин Куратов. Открытие новой Коми избы стало одним из самых ярких событий года, которую ставили как задачу на прошлой конференции. В новом помещении все в традиционном стиле. И палате с матрасом на битом сеном, и печь русская, и утварь глиняная. Здесь висит и одежда изо льна. Именно в такие сарафаны наряжались в старину. А в этом уголке можно с запрялкой посидеть. Нынешнему поколению в диковинку. Здесь даже Коми свадьбу сыграли. Открываем такой центр с одной целью, чтобы дети могли головой окунуться в сельскую жизнь. Они же учат Коми язык. А тут воочию видят, о чем говорят на уроках. Воплотился на грант Министерства национальной политики проект детского сада номер 83. Коми-календари собственного производства. Они выполнены на основе детских рисунков по Коми, сказкам, преданиям и промысловых лейтмотивах. Проекты эти дают каждому ребенку-участнику возможность почувствовать значимость своего творчества. Что это не просто так сложили листочек и положили в стол. А это интересно многим людям. И хочется дальше творить и узнавать, и развиваться. Центр Коми-культуры начал помогать школьникам в изучении второго государственного на кружках. Особенно востребованной оказалась помощь в выполнении домашних заданий по телефону. Для более качественного изучения языка в школах, считают делегаты, необходимо разбивать классы на группы по 10-12 человек. Сейчас преподают целому классу по 25-30 учеников. Решение вопросов изменения нормативов для учителей Коми-языка. И над этой задачей делегаты предложили подумать новому министру образования. Вот только Наталья Михальченкова считает, резко увеличить штат специалистов не получится. Это долгосрочная перспектива. Подготовка кадров не только для социальных учреждений, но и для промышленных предприятий должно стать обоюдной работой. В вопросах кадрового потенциала всегда должен быть ответ. Для чего? Что развиваем? И потому все организации, ответственные за развитие территории, в частности Ежвенского района и столицы Коми, Сыктывкара и всей нашей республики, прежде всего должны предъявить общественности, конечно же, свой запрос, свои планы и приоритеты, по которым они планируют развиваться. Тогда будет понятна рамка целей, на которые должны работать и куда должен в том числе направляться кадровый потенциал, как ресурс развития. На конференции основные работодатели Эжвы и представители образования, похоже, нашли точки соприкосновения и признали, долгосрочного планирования преемственности кадров пока действительно нет. Но пора расширять работу по прогнозированию. Некоторые новые шаги в кадровой работе и партнерстве со среднеспециальными образовательными учреждениями уже есть. Студенты проходят стажировку на предприятии с последующим трудоустройством. За два года проект «Будущий специалист» привлек молодых технологов, теплоэнергетиков, электриков. Они более лояльны, они более вовлечены, они четко понимают требования компании к процессу, к организации, к качеству, к безопасности труда. И они четко понимают, какие перспективы у них есть в этой компании. Вместе с практикой профессионального заказа необходимо усиливать и профилитационную работу в школах, чтобы старшеклассники понимали, чего хотят они и какие профессии нужны предприятиям, чтобы потом гарантированно найти работу. Также делегаты Коми-Войтер обратились к работодателям возобновить оплату трудовой практики для всех студентов. Сейчас только половина получает денежное вознаграждение. Не обошлось и без острого вопроса сохранения рабочих мест. Когда человек живет в Эжве или Сыктывкаре и его увольняет, а мы слышали, что некоторое сокращение вновь грядет, как они называют, оптимизация, конечно, нас это волнует. Еще и на фоне ситуации, когда приходят фирмы с других регионов, например, с Питера, и предприятие заключает с ними договоры, и они работают, а наши люди остаются без работы. В этом тоже мы не видим ничего хорошего. И, конечно, мы хотим, чтобы такой практики со стороны предприятий было меньше. Эжвенские Коми приняли своеобразную пятилетку и дали старт подготовке к столетию республики, который совпадет с 435-летием Слободы. Начав с вопросов кадрового обеспечения района, каждую следующую конференцию и весь год работы будут посвящать отдельному направлению. Например, на будущий год это будут вопросы экологии, дальше благосостояние дворов и улиц, развитие бизнеса. По словам делегатов, к большому юбилею нужно подойти с ощутимыми результатами. Константин Куратов, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрген, Сыктывкар, Эжвенский район.